Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа события в студии Марьям Бахтеева и вот о чем речь пойдет в ближайшие 40 минут. Сделано в Пензе, предложено российскому рынку. Ну и сварили разочек. Сыр ушел, быстро. Давай еще попробуем. Клад сурского края в импортозамещение. А чем поможет государство бизнесу? Дополнительные ресурсы очень важны. А отсрочка каких-то платежей налоговых это тоже ресурс. На новый уровень лечить детей с врожденными челюстно-лицевыми патологиями теперь будут в Пензе. Прокуратура выявила серьезные нарушения при проверке детского санатория Нива, где в феврале случился пожар. Выходит из спячки. Началась расконсервация главного городского фонтана. Саму чашу мы открывать не планируем. Открываем торцы для того, чтобы не было факта вандализма. Когда же он заработает вновь? Поздравляем работников культуры с профессиональным праздником. Мы правда очень ответственно относимся к своей работе. И рассказываем о том, как полотно из хранилища картинной галереи оказалось потерянным шедевром. Это же сенсация просто. Это вот как бы такое потрясение в музейном мире. К абашевской игрушке, никольскому хрусталю, сладостям Избекова постепенно присоединяются другие узнаваемые товары с маркировкой «Сделано в Пензе». Уже не первый год вся страна лакомится нашим кленовым сиропом, который чуть не хуже канадского и при этом значительно ниже в цене. Вскоре список пополнится и сурским пармезаном. В общем, сложные условия порождают сильных предпринимателей, готовых сделать хорошее предложение российскому рынку. Классический полутвёрдый сыр. Классика. Идёт сливочно-сладковатый вкус. Несколько головок губернаторского маринуются в рассоле. Татьяна Климова говорит, эта процедура даёт продукту насыщенный вкус. Жительница Бессоновки уже пять лет занимается сыроварением. Признаётся, никогда не решилась бы на организацию своего дела, тем более такого хлопотного и кропотливого, если бы не супруг. Он хотел попробовать сделать сыр. Что это такое? Ну, для меня сначала казалось такое дело, которое я думала, я ни за что этим заниматься не буду. Ну, и сварили разочек. Сыр ушёл быстро. Давай ещё попробуем? Ну, давай ещё попробуем. А потом я уже втянулась, начала ездить в школу сыроделия, начала уже свои эксперименты какие-то делать. Супруги своими руками построили отдельный цех. Муж оборудовал его техникой собственного производства. Говорит, за счёт этого и удалось немного сэкономить. Уложились где-то в полтора миллиона рублей. Сам Дмитрий открыл своё дело в 2015 году, когда импортозамещение впервые стало актуально. И ни разу об этом не пожалел. Сыроварни у нас от Калининграда до Владивостока по всей стране поставляются. За эти семь лет более трехсот сыроварин уже было сделано. И, скажем так, это не только маленькие какие-то котлы и большие, там по семьсот литров есть. Открывались новые производства. Порядка двухсот производств за это время уже было открыто, вот как санкции ввели в 2014 году. И этот бизнес начал развиваться. Импортозамещение набирает обороты. Сейчас супруги Климовы готовы частично закрыть потребность и в сырах иностранного производства. В арсенале Татьяны более 20 рецептов молочной продукции на любой вкус по приемлемым ценам. Я держу цену такой, чтобы было доступно всем. Захотела приобрести домашний сыр, я беру клиентами. Не ценой, а клиентами. Чем больше у меня клиентов, тем у меня будет смысл больше сделать сырок. Сырье для производства Татьяна берет на проверенных фермах в Телегино и Озерках. Молоко сразу отправляется на пастеризацию и варку. Процесс занимает около пяти часов. После оставшаяся сыворотка сливается, а основной продукт укладывается в формы и идет под пресс. Затем головка сыра несколько дней маринуется в рассоле и отправляется в камеру дозревания на срок от 4 до 12 месяцев. Здесь температура вообще идет от 9 до 10 градусов, я держу. И влажность, самое главное, здесь должна быть влажность. Это 85-90 градусов процентов. Она должна здесь держать, чтобы не лопались сыры. Спрос, признается Татьяна, большой. В камере дозревания забиты почти все полки. Сыровар уже планирует пройти очередное обучение и приступить к производству пармезана. Про него давно спрашивают любители твердых сыров. В Бековском районе импортозамещение развернулось в промышленных масштабах. Здесь находится крупнейший в России производитель кленового сиропа. Сок для него берут прямо в лесу возле поселка Сурки. Площадь территории добычи составляет 250 гектаров. Системой сбора объединены более 30 тысяч деревьев. По словам специалистов, важно, чтобы трубки были расположены не горизонтально, а под углом в один градус. Уклон и вакуум, чтобы было хорошее давление, хороший уклон. Иначе, если сок будет в парамисах оставаться, он начинает киснуть, он начинает бродить. Потому что когда на улице плюс 10, плюс 15, если он там сутки, двое, трое стоит, то он очень быстро портит. Собранная жидкость отправляется на кленоварню, где выпаривается до состояния концентрата. Здесь не обойтись без печи. В Бековском районе расположено, пожалуй, единственное такого размера. За одну смену в ней можно сжечь целый грузовик дров. Сезон сбора уже начался. В лесу добыли 50 тонн сока. В перерывах на предприятии выращивают малину – еще одно направление производства. Таким образом обеспечивается круглогодичная занятость местных жителей, трудоустроенных на кленоварне. Инвестор Иван Меркулов на этом не собирается останавливаться. Неподалеку уже строится завод по переработке малины. Также в планах открытие еще нескольких проектов, объединенных общим названием «СОТА» – сельскохозяйственная общественная территориальная агроплатформа. Здесь будут выращивать натуральные, неподверженные химической обработке овощи. В матрице овощей большая часть – это продукты, которые могут быть с очень высокой добавленностью. То есть понятно, что мы с вами берем спаржу, берем с вами цветную капусту, берем брокколи. Понимаете, да? Если мы сейчас с вами на рынок российский посмотрим, никто в России это практически не производит. Как это ни удивительно. У нас до сих пор не производится даже чеснок. Это проект на развитие села. Это проект на то, чтобы люди оставались на этих территориях и чувствовали себя уверенно, чувствовали себя комфортно. Но вы сами сегодня видели. Люди улыбаются, люди думают о будущем. Они говорят о том, что нам нужна школа, что нам нужен садик. И это очень большой позитив. Это то, что нужно нашему региону. На уровне руководства области решено подробно изучить социально-экономическую модель, образующуюся в Бековском районе, и распространить эту идею по всему региону. Это отличный шанс вдохнуть жизнь в селы Сурского края, обеспечить их жителей работой, а потребителей, в том числе на всероссийском уровне, качественными и доступными продуктами. Ведь в условиях, когда вещи крупных и зарубежных компаний дорожают, интерес к местным товарам становится еще сильнее. Несмотря на то, что российский бизнес сейчас находится в непростых условиях, пензенские предприятия находят силы, чтобы жить и развиваться. О том, как это делать сегодня, мы поговорим с директором пензенского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктором экономических наук Владимировым Викторовичем Бондаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили на столь интересную передачу. Владимир Викторович, пензенские предприятия, это не только пензенские, имеют проблемы с поставками сырья, материалов, оборудования и так далее. Как в таких условиях жить и работать? Мы специально не стали ставить знаки предпинания в словосочетание «открыть нельзя, закрыть», предлагаем подумать вместе. Хорошо. На самом деле вопросы очень актуальны, потому что в тех условиях, которые мы сейчас имеем, прежде всего, в экономических, у многих предприятий очень серьезный выбор. Чем заниматься, как найти потерянные логистические цепочки, как найти новую клиентуру, как выйти на зарубежные рынки, как привлечь дополнительные какие-то ресурсы. Предприниматель — это особая порода людей. Я вот знаком с многими предпринимателями по пензе в других городах. Действительно, это люди, которые никогда не вешают носа. Они достаточно высоко мотивированы и в сложных условиях они иногда, наоборот, видят некий такой вызов для того, чтобы найти точку приложения, заработать больше прибыли, создать больше рабочих мест, ну и доказать самому себе то, что действительно они имеют очень высокий потенциал. В текущий момент все-таки открыть или закрыть? Вы знаете, и то, и другое возможно. Нет, так сказать, точного предмета, нет какой-то точной ситуации, поэтому очень сложно рекомендовать всем бизнесменам сейчас закрываться, открываться. Это, конечно же, дело любого предпринимателя. Может быть, закрывать, но с точки зрения, чтобы перегистрироваться, чтобы, может быть, необходимо посмотреть, какую новую форму собственности открыть, для того, чтобы попасть под определенные льготы, субсидии, которые оказывает и регион, и, конечно же, правительство Российской Федерации. В настоящее время правительство каждую неделю практически анонсирует новые меры поддержки. Вот буквально недавно Михаил Мишустин заявил о том, что будут выдаваться гранты молодым предпринимателям до 25 лет порядка 500 тысяч. Какие из всего комплекса мер поддержки, на ваш взгляд, наиболее эффективны сейчас? В настоящее время мы видим, что правительство Российской Федерации и губернатор Пенинской области в рамках федеральных проектов реализуют следующие мероприятия. Прежде всего, это льготные субсидии. Прежде всего, это развитие тех институтов микрофинансирования малого и среднего бизнеса, которые существуют в регионах. С учетом того, что некоторые страны в настоящее время не в полном объеме готовы сотрудничать, оказывать какое-то экономическое содействие, это прежде всего снижение таможенных пошлин, снижение каких-то заградительных мер, барьеров, что, конечно же, по моему мнению, привлечет партнеров из других стран благодаря вот такому комплексу мероприятий. Как сохранить сбережения? Вопрос тоже очень, на самом деле, очень важный, потому что, ну, где-то в обиходе там обмениваешься с людьми, да, кто-то подходит, спрашивает. Я вам один пример приведу, это по Пензе, это реальная ситуация. Я разговариваю с одним своим знакомым, и вот, ну, это еще там три недели назад, и говорю, слушай, вклады повысились, вот ты что-то как-то вот там, свои вклады. Да, вот у меня тоже было столько-то денег, и я сейчас теперь посчитал, какие проценты будут. Я говорю, ты уже сходил в банк, переоформил вклад? Зачем? Я говорю, не понял, как зачем? Ведь лежа на диване вклад автоматически не изменяется, поэтому с помощью онлайн-сервиса, с помощью личного визита можно прийти и это сделать. Мы, естественно, проводили исследование, проводил исследование главной вуз, Москва, там есть все регионы. И вот, когда опрашивали людей, ну, потребителей, жителей регионов, они прежде всего сказали, ну, конечно же, это вот валюта, конечно же, это вложение в автомобили, конечно же, это квартиры. Ну, слушайте, а много вообще населения, которое готово каждый год вкладывать в квартиры, машины? Нет. Поэтому, что необходимо сделать? Прежде всего, не слушать лиц, которые призывают идти на биржу, играть, заниматься майнингом. То есть, слушайте, ну, не надо лезть туда, образно говоря, в чем не понимаешь. Поэтому, прежде всего, надо понять, сколько у вашего дома хозяйства имеется свободных средств. Необходимо иметь запас наличных денег, которые желательно лежат в банке, приносят прибыль, это где-то 4-6 месячных заработных плат. Если у вас имеются дополнительные средства, тогда можно подумать, может быть, создать свой стартап, может быть, вложить деньги в бизнес своего знакомого, родственника, у которого это успешно развивается. Ну, а самый простой, конечно, для большей части жителей, которые не имеют таких больших накоплений, не имеют опыта предпринимательской деятельности, там, открытия стартапов, наверное, все-таки проще всего пересмотреть свой финансовый план, посмотреть, в каких крупных банках, желательно государственных, имеющих лицензию, переоформить свой вклад под большие проценты. Спасибо вам большое за экспертное мнение. Спасибо большое. Это не разруха, а предпоследняя стадия ремонта. Через пару недель данный кабинет будет не узнать. После обновления коммуникаций и стен здесь поставят оборудование, и тогда операционная примет свой окончательный вид. А вот процедурная и перевязочная уже преобразились, равно как и комната приема детского челюстно-лицевого хирурга. Его вообще можно назвать главным достижением. Раньше родителям приходилось возить ребят с проблемами в другие регионы. Травмы, гнойно-воспалительные процессы, новообразование, зубы мудрости, аномалия поражения и аномалия развития именно детей, которые рождаются, как в простонародье говорят, волчья губа, зайчий пасть. 30 коек для взрослых пациентов и 10 для несовершеннолетних. Таковы плановые мощности отделения. На эти объемы медики выйдут, как только полностью завершится ремонт. Впрочем, сама работа и не прекращалась. Уже сейчас в день здесь принимают от 8 до 10 маленьких больных. Специально для оказания медпомощи детям были открыты дополнительные ставки анестезиолога и педиатра. Часть расходов, которые мы раньше не могли выполнять за счет средств ОМС, сейчас, согласно постановлению правительства, нам разрешили. Это развязало нам руки. Мы сейчас более-менее такие технологические ремонты уже производим за счет средств ОМС. Кстати, чтобы не пересекались взрослые и детские потоки пациентов, для второго предусмотрен отдельный вход. В новом кабинете врачи смогут вести плановый амбулаторный прием, а также делать хирургические операции с использованием наркозного аппарата. Как еще один пример обновления и повод к большой радости уже жителей сельских территорий – фельдшерско-акушерский пункт в селе Мордовский Ишим Градищинского района. После переезда в новый корпус медикам работает гораздо комфортнее. «Очень все рады. Условия, конечно, для работы отличные. Как ждали жители, открытие в старом ФАПе там было и прохладно, и оборудования такого не было. Но все было старое. Сейчас сами видите, полностью ФАП оснащен всей аппаратурой. Если раньше жители ездили в больницы, сдавать анализы, холестерин, кровь, сейчас у нас все есть». Обстоятельно и подробно о том, в каких медучреждениях проходил ремонт в прошлом году, говорили на коллегии профильного министерства. Среди собравшихся в конференц-зале перинатального центра были руководители больницы, поликлиник Пенза и области. По итогам работы за отчетный период лучшей признана Башмаковская. Как говорит ее главный врач Ольга Хрянина, коллектив там хоть и небольшой, но с достоинством выполняет поставленные задачи. «Это демография, это исполнение всех индикативных показателей национального проекта, это заработная плата, индикатив Путина. В принципе, это основные показатели, где мы заняли первое место. Все профилактические мероприятия, которые и диспансеризация, и профосмотры, и диспансеризация несовершеннолетних, и индикативы, и объемные показатели, все выполнили». В прошлом году Пензенское здравоохранение получило порядка 17 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. «Львиная доля средств» была направлена на ремонт больницы, поликлиник, строительство ФАПов и амбулаторий, закупку нового оборудования. «Практически все вышеперечисленные мероприятия за счет средств федерального бюджета были выполнены на 100%. За исключением мероприятия профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний, к отцу исполнения которого составила 69%. И все же трудности есть. По словам Владислава Романова, теперь гораздо сложнее обстоят дела в сфере закупок. Те же аппараты магнитно-резонансной томографии резко подорожали. Но, как отметил губернатор Олег Мельниченко, сложившаяся ситуация не освобождает от обязанности заключать контракты. Напротив, этим надо заниматься еще тщательнее и оперативнее. «Потому что дальше мы тянуть не можем. Просто потом будут потери. Мне эти источники надо откуда-то искать. Мне придется какие-то объекты снимать с финансирования этого года, для того, чтобы эти средства перенаправлять на национальный проект. Я же не печатаю деньги, правильно?» Губернатор поручил пройти все необходимые закупочные процедуры в срок до 15 апреля. В противном случае запланированные на эти цели средства могут быть изъяты и перенаправлены в резерв бюджета Пензенской области. Ну а что касается коронавируса, пока он продолжает отступление. К концу недели ежедневно фиксировалось не более 400 вновь заболевших. Списки выздоровевших пополняются намного быстрее. От 2000 до 2300 в сутки выписывают с больничного. Среди поборовших недуг – 101-летний Анатолий Иванович Шишкин. С начала марта он находился в больнице. Легкие были поражены более чем на 50%, что для такого возраста влечет большие риски. Проведена была таргетная терапия, два раза капли антиковидную плазму, ну и плюс другие препараты, которые идут по клиническим рекомендациям. Плюс лечили мы и сопутствующие заболевания. Настроение бодрое, самочувствие хорошее. Что еще можно сказать? Большое спасибо всему персоналу. Анатолий Иванович отмечает, что соскучился во время болезни не только по родным и близким, но и по любимому хобби – шахматом. Кстати, лекарств, чтобы лечить коронавирус и другие болезни, пока в Пензе в достаточном количестве. Такое заявление сделали эксперты Общероссийского народного фронта и регионального Росздравнадзора по итогам рейда. По отсутствующим позициям есть альтернативные предложения. Например, вместо нурофена можно приобрести ибупрофен. Однако с некоторыми группами препаратов сложности все-таки имеются. В частности, для лечения заболеваний эндокринной системы. К примеру, элтероксин отсутствует в некоторых аптеках, даже несмотря на то, что отпускается строго по рецепту. На следующей неделе ожидается поступление в регион. Москва уже полная данными препаратами. Дистрибьюторы нам дают информацию. Следующая неделя – наш регион. Что же касается цен, по словам экспертов, они повысились в среднем на 5-10%. Можно найти и позиции, стоимость которых с прошлого месяца не изменилась. Прокуратура в ходе проверки детского санатория «Нива» выявила ряд нарушений. Напомню, в начале февраля этого года в здании клуба случился пожар. Тогда огонь охватил 300 квадратных метров. 70 детей и сотрудников было эвакуировано. К счастью, никто не пострадал. Но если бы возгорание произошло не в клубе, а, к примеру, в столовой или спальном корпусе санатория, то эвакуация детей могла быть осложнена. Дело в том, что здания здравницы соединены между собой в единый комплекс с теплыми переходами. В ходе проверки установлено, что запоры на дверях выходов эвакуации в помещении столовой и спальном корпусе санатория не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Дверь в переходе между спальным и административным корпусом не имеет необходимого предела огнестойкости. Не заделаны негорючими огнестойкими материалами отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград. Также установлено, что на работу в детский лагерь принимали сотрудников, которые предоставляли справки о судимости лишь после подписания договора. Директору санатория внесено представление об устранении недочетов в течение календарного месяца. Главный городской фонтан выходит из зимней спячки. На этой неделе началась процедура расконсервации. Первым делом сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» убирают в резент следом водонепроницаемую фанеру, а напоследок основные несущие конструкции из деревянных балок. Саму чашу мы открывать не планируем в ближайшую неделю. То есть открываем торцы для того, чтобы не было факта вандализма, скручения форсунок и тому подобное. Ожидается, что полностью расконсервация объекта завершится в десятых числах следующего месяца. Тогда же специалисты проверят работу насосного оборудования и светильников. А в начале мая фонтан заиграет привычными красками. А в селе Юлова Городищенского района тем временем пришла большая вода. Благодаря региональной программе «Чистая вода» в населенном пункте заменили водонапорную башню. Работы провели за считанные месяцы. На этой улице в селе Юлова проживает порядка 50 человек. Плюс у нас приезжают дачники. В летний период особенно пользуются большим спросом вода, так как многие сажают огурцы, картошку, поливают огороды. Отметим, что только в прошлом году в рамках программы «Чистая вода» построена и капитально отремонтирована 162 объекта. в 108 муниципальных образованиях, в том числе 34 артезианские скважины, 64 башни. Подготовка к паводку в Пензенской области в самом разгаре. В конечном итоге его может и не случиться. Но, несмотря на это, все службы, которые входят в региональную группировку, отрабатывают возможные действия в чрезвычайной ситуации. Так, на Сурском гидроузле прошли учения, в которых приняли участие спасатели, медики и представители других служб. Отрабатывали помощь людям, оказавшимся в затопленной местности, действия на дне водоема. Обсуждали и методы противодействия стихии и в черте города. Подробнее об этом в нашем следующем репортаже. На Сурском гидроузле звучит сигнал тревоги. Сюда уже спешит спецтехника. Но, благо, реальной угрозы нет. Это часть отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Учения проводят в нашем регионе в рамках подготовки к возможному паводку. У этих следующая легенда. В результате длительных интенсивных дождей, активного снеготаяния, началось переполнение Пензенского водохранилища выше отметки нормального подпорного уровня, 150 метров. Отметка уровня воды в водохранилище достигла фиксированного водонапорного уровня, фиксированный подпорный уровень 151,20 и продолжает повышаться. В зону катастрофического затопления попадает население города Пензы, Пензенского района. В точке сброса воды сурского гидроузла проводят тренировку по спасению людей. Так, один из участников учения изображает человека, которого унесло на льдине. Специалистам предстоит добраться до него и доставить на берег. Для этого у сотрудников МЧС есть лодки на воздушной подушке и обычные катера. По соседству свои навыки оттачивают водолазы. Они работают с механизмами, расположенными на глубине. Вообще же, в рамках учений на сурском гидроузле развернули целую базу. Так, при необходимости, будут собраны представители всех служб. Здесь есть и оперативный штаб, и медицинский пункт. Тут же расположились спецтехника и личный состав. Всего в группировку сил, которые в случае половодья будут работать в зоне паводка, входят более 11 тысяч человек. Мы убедились, что по легенде, та вводная, которая была доведена, она отработана. И межведомственные взаимодействия есть не только на бумаге, но все структуры показали свою работоспособность. Конечно, хотелось бы, чтобы такая ситуация была только учебной. Для этого ведется активная работа в черте города. Особое внимание к тем участкам, на которых ежегодно скапливается вода. Как таковой снега уже остается мало в этих местах локальных подтоплений, потому что своевременно был вывезен снег, и больших и долговременных подтоплений в данных локальных местах неожидаемо. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям говорили и об обстановке в пензенских дворах. Если с транспортных магистралей снег уже убрали, то вот на территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам, картина иная. А потому управляющим компаниям поручено действовать оперативнее. Сейчас, чем не быстрее, вы, так сказать, этот снег разбросаете. Пока еще не началось обильное таяние, и сурского гидроузла не пошла большая вода, мы сейчас можем в городе уже практически, у нас все будет сухо. Чего вы этой работой не занимаетесь-то? Чего вы ждете? Вот вам срок, вот сейчас, пока у нас пасмурные два дня будут, в следующей неделе дождь, вот эти два-три дня, суббота и воскресенье, надо поработать. Я говорю еще раз, обращайте, посыпка песком, люди травмируются. И 99% попадает по Минздраву, это дворовая территория. Как отмечают специалисты, своевременная уборка снега не только позволит избежать подтопления улиц. Так, меньше талой воды попадет в канализацию, а следом и в реке. А значит, и риск возникновения масштабного паводка будет гораздо ниже. Не только уборка снега сейчас в особом фокусе коммунальщиков. Весна вместе с приходом тепла обнажает дорожные раны, а газоны напоминают открытую книгу, на страницах которой все подробности жизни горожан и их домашних питомцев. Внесли свой посильный вклад в неприглядную картину и водители, которые в зимнее время выбрасывали мелкий мусор прямо из окон автомобилей. Да и пешеходы не без греха. Теперь настала пора разгребать на все ровно месяц. Любительница скандинавской ходьбы на городской набережной собирается каждое утро. Занятие физической культурой и свежий воздух. Немного портит настроение лишь мусор, особенно сейчас, когда активно начал таять снег. Здесь собралось топ коленей, которые приучены еще в советское время убирать за собой мусор. То есть, мне кажется, об этом допрасно говорить. А вот то, что вечером приходит молодежь, пьет пиво и бросает здесь бутылки и бумажки, мы это видим каждое утро. Задач перед коммунальными службами сейчас стоит немало. В течение месяца областной центр нужно привести в порядок после зимы. За освобождение, к примеру, набережной от снега и мусора несут ответственность сотрудники МУПа «Зеленое хозяйство». За этим предприятием закреплена большая часть общественных территорий. В конце прошлого года коммунальщики получили новую технику. Она полностью снимает потребность вручной уборке наледей и пыли возле бордюров и других труднодоступных участков. Орошение, поливалка, подметал, пылесос. Это все сметает, а пылесос закачивает назад. Прямо от бордюров все забирает и поливает. Хорошо, отлично машина. Часть снега вывозят, часть ворошат, чтобы он быстрее растаял. Главная проблема, которая возникла минувшей зимой, нехватка кадров сейчас решена. Люди идут сейчас. То есть, если был дефицит кадров, то сейчас люди к нам идут. У нас прошло увеличение заработной платы с этого года. И люди, в принципе, приходят. Конечно, большого резерва мы не имеем. Но, в принципе, предприятие где-то на 95% сотрудников имеем. Вывоз снега, очистка ливневых стоков и сбор мусора, восстановление дорожной разметки, обновление остановочных павильонов – это основной фронт работ для всех пензенских коммунальщиков на ближайшее время. Надо уже сейчас призвать и бизнес, и управляющие компании, те, которые заскладировали у себя во дворах, есть такие, чтобы они тоже вывозили. И их к этому надо понудить. Потому что сейчас будет основная магистраль сухая, чистая, а выехать на нее будет по колено. То есть, это вот такой ярко выраженный раздражитель. Губернатор Олег Мельниченко поручил ответственным службам не затягивать с городским благоустройством. При этом, как отметил глава региона, особое внимание коммунальщики должны уделить содержанию дорог и тротуаров. В свою очередь, рядовых граждан тоже просят не оставаться в стороне, а позаботиться хотя бы о собственных дворах. Завершится масштабный убор к общегородским субботникам, который запланирован на 30 апреля. 25 марта в России отметили День работника культуры. Люди, которые трудятся в этой сфере, действительно особенные. С тонким чувством вкуса, ранимой душой и внутренней свободой, которую они выражают в своих творениях. Они предпочитают отдавать, нежели получать. Вот актеры пензенского драматического в эту праздничную неделю тоже дарят новую постановку. В эту субботу на сцене премьера спектакля «Ба». Бабушка из Сибири заставляет свою внучку, жительницу столицы, вспомнить о настоящих человеческих ценностях, об искусстве и культуре, всех, кто имеет к этому отношение. В следующем материале. Это человек, который видит больше, чем обычные люди и чувствует гораздо шире, чем другие. Именно такими культурными каждый день эти люди пытаются сделать всех вокруг. И даже в профессиональный праздник люди искусства неизменно на посту и готовы дарить прекрасное другим. Звание заслуженного работника культуры области в этот день удостоились научный сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова и начальник управления культуры города Пенза Вера Фейгина. Мы правда очень ответственно относимся к своей работе. И работники культуры города Пензы и сегодня на посту. Мы не раз слышали, что Пенза – это одна из столиц по Волжье, столица культуры. И это правильно. Гордимся нашей культурой, потому что наша культурная общественность является образцовой не только у нас в городе и в области, но и по всей нашей великой России. Благодарности губернатора региона и законодательного собрания получили порядка 40 человек из Пензы и районов области. Есть среди деятелей культуры те, кто посвятил служению великому всю свою жизнь. С одной из таких женщин мне посчастливилось встретиться на этой неделе. Нина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада сегодня быть с вами здесь. Мне тоже очень рада, что вы приехали. Нина Владимировна, я насчитала порядка 40 лет вашего служения искусству. Да. В это сложно поверить. Да. Как так сложилось? Пришла я сюда в 1982 году совершенно случайно, на самом деле. Мой муж знакомится с сотрудницей картинной галереи на Грушинском фестивале. И она говорит, а нам нужен человек. И когда он мне сказал, что нужно пойти в картинную галерею, что меня ждут, и что вот как бы есть возможность работать, знаете, где-то внутри я немножко испугалась. Ну, галерея, это же храм, это же так страшно было. Тогда директором был Валерий Петрович Созонов. Ну, надо отдать ему должное. Он вот почувствовал, он меня немножко поэкзаменовал там. И это вот явилось тем моментом, он сказал, ну, приходи. Нила Владимировна, когда вы пришли в картинную галерею, вам было необходимо прочитать 11 томов Игоря Еммануиловича Горбаря. Да. Вот, то есть, такие высокие требования были в то время. Да. Всегда таковы требования? Всегда. Сейчас тоже? Нет. Тогда источников не было, такого количества источников, как сейчас, интернет. С другой стороны, я бы так сказала, когда ты читаешь эти 11 томов Горбаря, то ты вольно или невольно видишь развитие искусства с высоты птичьего полета, понимаете? И интернет, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, нажал на кнопку, выдернул из контекста что-то о картине, там, и все, понимаете? Нила Владимировна, отношение к искусству в СССР и в современной России отличается? Вообще-то такой очень сложный вопрос, на самом деле. Я бы так сказала, что сейчас очень сложно стало приводить детей в музей. Я имею в виду, город стал большой, понимаете? Вот в чем нуждается любой музей, не только галерея картины, она нуждается в транспорте, в автобусе, чтобы легко было привезти людей. Но раньше же были организованы экскурсии, то есть каждой школе давал современный промежуток, в течение которого она должна была посетить галерею. То есть у нас посещала какая-то определенная школа, это было на уровне тогда управления образованием, и директора получали вот такой график. Каждая школа, каждый класс посещали каждый год картинную галерею. Это был такой духовный рост. И когда, если их школьники, пусть сначала по обязанности, понимаете, они посещали вот это, они все равно получали вот эти вот знания. Я вот считаю, сейчас очень много, слишком много, на мой взгляд, отводится место игре, в школе, в музее, на каких-то занятиях. Я считаю, что что-то должно остаться серьезным, понимаете? Вот даже для маленьких, да, им легче, но для более взрослых все-таки нужен какой-то академизм. Все-таки не просто одно развлечение, все-таки в постижении искусства, литературы, театра есть какой-то напряг, понимаете? Не все люди приходят с воодушевлением и с готовностью слушать и воспринимать. Они просто не подготовлены, конечно. Вот как вы ломаете вот этот стереотип, где-то, возможно, высокомерие? Вот у меня было 2 января, это вот сейчас мне просто пришло в голову. Ну, 2 января люди праздновали, но профсоюзный комитет устроил экскурсию, и не с таким видом, но я вот видела, что вот им прям вот так хочется побыстрее от этого избавиться. Но это меня, конечно, немножко, знаете, так внутри подстегнуло, думаю, ну, сейчас посмотрим. Кто кого? Да, и буквально через 10 минут я поняла, что экскурсия уже состоялась, они начали улыбаться, понимаете? То есть я рассказывала, и вот к каждому как бы там, то к одному, то к другому обращалась. И все, вот этот лед растаял, и они заинтересовались, понимаете? Когда мы дошли уже до французского зала, там итальянский, голландский, французский, они уже сказали, ну, так интересно, да, давайте пойдем дальше, понимаете? Потому что искусство, оно должно цеплять душу. А русские люди, они очень духовные, они очень отзывчивые, они что-то знают, но забыли. Когда-то вот что-то там такое мелькало, и вот если ты зацепишь это, то все, это будут лучшие слушатели. Каждое полотно имеет свою историю. Есть картина Руссо, которая была похищена, позже, правда, вернулась. Да, через 20 лет. Случайным образом причем. Случайным образом, да. Какие еще картины имеют вот такую явную историю, свою? Ну, вы же сказали, практически любая. Да, но у кого-то она более, может быть, такая эффектная, понимаете? А у кого-то, так сказать, более спокойная. Бывают такие случаи, похожие на детектив. Вот я вам сейчас покажу картину. Собашниковой Маргариты Васильевны Собашниковой, художницы начала 20 века. Она была первой женой Максимилиана Волошина, поэта, художника и вообще человека-критика такого. Она у нас значилась в нашем собрании как «Собашников» – женский портрет. Так она была передана. Ну, знаете, тогда из запасников просто из пропаганды передавались в музеи. Иногда даже не очень смотрели, что передают. И вот у нас в Пенской картинной галерее, это был 89-й год, проходит семинар по Волжских музеям. И одна сотрудница Астраханского музея начала нам рассказывать про Маргариту Васильевну Волошину. И сказала так, что в Коктебеле, в доме Волошина, хранится два вот таких, две работы, женский портрет, которые написаны самой Собашниковой, то есть вот женой. А третий был третий, ну вот он куда-то вот, да, вот не знаю где. А со мной сидела рядышком главный хранитель картинной галереи, тогда была Нина Дмитриевна Волокина. Она 50 с лишним лет проработала в картинной галерее, и она мне говорит, Нина, это наш, это наш. Да, только он у нас, говорит, Собашников. И мы с ней побежали в запасник, представляете, и достали эту работу, и бежим-несем это в лектории. Проходил вот этот вот семинар, и вдруг эта сотрудница видит, представляете, ну это же сенсация просто, это вот как бы такое потрясение в музейном мире. И таким образом вот это вот полотно было обретено. Вообще, картинная галерея наполнена вот такими историями, в которых каждая практическая история – это любовь. А картина ведь это же сгусток, так сказать, конгломерат энергии положительной. Представляете, сколько этой энергии вот в этом зале? Она не уходит, она передаётся. И когда ты передаёшь, и люди, ты чувствуешь, это же атомный взрыв. Спасибо огромное, я получила просто безмерное удовольствие. И видя вот этот блеск в глазах, хочется пожелать, чтобы он был всегда и заряжал всех, всех, всех. С праздником, Нина Владимировна! Ну а мне остаётся добавить, что искусство привносит в нашу жизнь волшебство, поэтому любите искусство. До свидания.